Всем привет, с вами Ети, и я шестой день уже нахожусь в состоянии никотиновой абстиненции. Видео не клеится, полтора часа снял сегодня умный, полезный, качественный контент, но, к сожалению, после того, как я его пересмотрел, я понял, что снимал что-то не то. Мысли не сходятся, они постоянно петляют, и для восприятия здорового человека это никоим образом не годится. Поэтому сегодня у нас простое видео, с которым, я надеюсь, справлюсь, пока я нахожусь в таком состоянии. Но это уже шестой дубль, чтобы вы понимали. И сегодня у нас топ-3 рецептов ПП-салатов для новогоднего стола. Давайте обратим сюда свое внимание. Вот такой список продуктов нам понадобится для того, чтобы их приготовить. Отобраны самые качественные, самые лучшие продукты. Не хватило единственный момент такого салата, который называется «Мужские грезы». Мой любимый салат, в принципе, который состоит из говядины. Не нашлось говядины, и придется мне завтра без этого салата. Могло бы быть четыре. Ты можешь на рынок сходить сразу с говядиной. Ладно, я схожу с утра на рынок с говядиной, но это видео, скорее всего, уже выйдет. Сегодня у нас топ-3 рецепта ПП-салатов для новогоднего стола. Давайте перейдем к просмотру всех замечательных ингредиентов, которые нам понадобятся. Надеюсь, что данное видео будет записано уже, в конце концов. Значит так, кальмар, вот как видите, вот такой кальмар нам требуется. Он вареный или сырой? Вареный кальмар. Можете приобрести его где угодно. Да, его нужно еще почистить, чаще всего бывает. Это у нас первый салат. Сюда входит кальмар, который необходимо нарезать очень-очень тонкой соломкой. Вот таким образом. И вот сюда отправить. Набить полную миску. Следующий момент это лук. Маринованный лук. Курица. Маринованные огурцы, порезанные точно так же соломкой. Горошек зеленый. Ну и как вы понимаете, здесь калорий ни о чем. Потому что кальмар это вообще чистый белок в принципе. То есть он даже выглядит как яичный белок, заметьте. То есть в нем, я не помню сколько там процентов, но выше чем даже в любом мясе в принципе. Поэтому здесь только белок, никаких углеводов нет. И жиров там по-моему даже полграмма не превышает на 100 грамм. Вот значит кальмар. Куриное филе. Я думаю вы догадываетесь, что несмотря на то, что оно копченое, да, там побольше натрия в принципе. Это единственный вред будет от данных салатов. В принципе с точки зрения БЖУ они не вредны. Тут нет огромного количества углеводов. Огурцы. Единственный опять же нюанс это много натрия. Горошек. Та же самая ситуация. И лук. То есть в принципе все очень-очень низкокалорийное. И будет довольно вкусно, если это смешать. Перекладываем. Смотрите внимательно. Как я уже сказал. Огурец. Дальше идет кальмар. Ну кальмар еще надо дорезать. Куриное филе. Лук. Горошек. Вода из него уже естественно слита. И завтра это нужно будет только заправить. Естественно перемешать, заправить соусом или майонезом. Это майонезный соус легкий. То есть в нем меньше калорий, чем должно быть в принципе. Потому что обычно в майонезе 66 грамм жиров, здесь 20 грамм. На 100 грамм продукта. То есть в 3 раза меньше калорий. Огромный минус конечно, что сюда не попадет мой любимый рецепт салата. Ну по крайней мере он стал любимым рецептом за последние годы. За последние 2 наверное года. До этого я как-то не обращал на него внимания. Это мужские грезы. Значит салат, в который входит говядина. Вот очень вкусно получается. Поэтому всем рекомендую. К сожалению обзора на этот рецепт не будет. Но вы можете загуглить и посмотреть в интернете из чего он делается. Тоже можно отнести к списку вот этих вот безопасных рецептов для новогоднего стола. Так значит. Следующий нюанс. Показываю еще один рецепт салата. Тоже будет вполне такой ппшный, полезный. Без лишних калорий. Итак, рецепт номер 2. Нам понадобится по-прежнему куриное филе копченое. Единственный нюанс в большом количестве натрия, как я уже говорил. Это минус данного салата. Далее ананас. В данном случае он консервированный. Это не лучший вариант. Лучше брать свежий. Его чистить и резать на дольки. Соответственно нам понадобится третий ингредиент. Такой как корейская морковка. И все это нам необходимо смешать и заправить с майонезным соусом. Все очень просто. Всего три ингредиента. Очень просто и очень вкусно одновременно. Единственный минус, наверное, в том, что не подойдет людям, у которых там проблемы с пищеварением и так далее. Потому что в морковке довольно много специй. Поэтому мне нравится. А на ваш взгляд уже сами оценивайте, у кого какие способности ЖКТ. Давайте дальше смотреть. Третий рецепт. В третий рецепт у нас входит вот это. И это не капуста, это салат. Салат айсберг называется. В общем его нужно разделать. Я не знаю, что подразумевается под словом разделать. Наверное, просто вот так вот порезать. Его разбираешь как капусту. А, просто, да, короче, должно получиться типа как в этом, в греческом. В цезаре. В цезаре. Ну, я просто почти угадываю, видишь, какой умный. Да. Авокадо. Его нам необходимо порезать на дольки, скорее всего. Ну, или можно его разрезать вот так и ложкой выковырять оттуда всю мякоть. Ну, для салата, скорее всего, понадобится на дольки, да, правильно? Да, и нужно обязательно сбрызнуть его лимонным соком. Вот лимонный сок. Чтобы он не почернел. Направь-ка на стол, чтобы люди наглядно все это видели. Вот авокадо. Обычно его режут пополам. Значит, достают оттуда всю эту мякоть, режут ее на дольки. Либо можно прям с коркой ее на дольки резать. Нет, нельзя. Ну, корки срезать потом, ладно. Помидоры черри режутся на четыре части. То есть, достаем одну помидорку, ну, и вот так вот, вот так делаем просто. Вот. И вот это нам необходимо будет добавить потом в салат. Туда войдут также вот этот ингредиент, очень важный на самом деле. Это у нас креветки, обжаренные на сковородке с чесноком. Замечательный ингредиент, полностью белковый и чем-то похож на кальмар по составу. То есть, очень много белка, опять же, никакого вреда абсолютно нет. Очень легкие салаты. Что здесь? Ну, в помидоре нет практически калорий. Салат, естественно, тоже нет. Даже ананас, это довольно низкокалорийный продукт. Если взять его свежим, а не покупать консервированный. Потому что консервированный, он все-таки пропитан сахарным сиропом. И, конечно, в нем есть лишние калории. Ну, в салате, да, будет нормально. В общем, по итогу у нас практически... А, да, еще зелень. Зелень нужно добавить в последний этот рецепт. Я не знаю, что это. Ну, там какие-то зеленые эти полоски. Вот это все я смешаю завтра, потому что заправлять тоже не положено. Заправка также будет майонезный соус. Итого у нас три рецепта, довольно безопасных для формы, для фигуры и так далее. На самом деле, я, конечно, буду есть все подряд. Потому что это Новый год. Новый год это... Новый год? Ну, не знаю. Я, на самом деле, всегда ем все подряд. Я никогда не заморачиваюсь с тем, чтобы брать какие-то супер качественные продукты. Просто я решил, что, ну, почему бы и нет в тему. И как бы можно снять видео. Тем более, что информативный я пока не могу крепать. Сейчас мозги не на то настроены. Я просто в плавающем состоянии, в постоянном. Пока я к этому не готов. Зато вы узнали три рецепта, которыми можно воспользоваться для того, чтобы добавить их на свой стол. Если не успеете к Новому году, потому что видео выйдет довольно поздно, скорее всего, прямо перед Новым годом, там, 31 числа, да, вечером. То, естественно, Рождество можете повторить. Те, кто не успел воспользоваться этим на Новый год. Вот такие вот варианты альтернативных салатов. И можете даже в стандартных салатах допускать замену ингредиентов. Например, в оливье можно мясо использовать, опять же. То есть, какое-либо. Можно найти колбасу даже элементарно, с низким количеством жира в составе. Ну, там, филейное, например, продается в Магните. В целом, можно любой салат сделать менее калорийным. И при этом во вкусе практически ничего не потерять. Даже улучшить в некоторой степени. Тот же салат хороший вариант, легкий. И идеально можно заменить любой стандартный майонез, в котором в три раза больше жиров. В принципе, на этом все. С вами был Йети. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok